добрый вечер уважаемые телезрители сегодня у нас 19 марта закончилась пятница закончилась рабочая неделя неделя была отрицательной впрочем как и практически сегодняшний день индекс Dow Jones сегодня упал на 234 пункта мы упали на 0,7 процента 32628 был конечный результат минус почти полпроцента за неделю Standard & Poor's 500 сегодня минус 2 пункта небольшой минус 3913 конечный результат но за неделю Standard & Poor's 500 потерял 3,25 процента NASDAQ прибавил 99 пунктов сегодня 3,25 процента 13215 конечная остановка за неделю NASDAQ упал на 0,8 процента транспортный индекс сегодня прибавил четверть процента за неделю поднялся на 0,1 процента и Russell 2000 индекс маленьких компаний сегодня поднялся на 0,9 процента и за неделю прибавил тоже 0,9 процента что сыграло важную роль в течение всей недели биржа была волатильная индекс Dow Jones или NASDAQ несколько дней один был положительный второй был отрицательный был переход из технологических компаний деньги перекладывались из технологических компаний в индустриальные компании все связано с интересом и с инфляцией десятилетние госбумаги давали 1,75 в начале недели они давали 1,6 процента и 1,5 процента потом 1,75 сегодня они закрылись на 1,73 хотя с утра были 1,69 то есть банковский интерес поднимается цены на бонды падают если у вас есть mutual фонды которые инвестируют бонды будьте очень осторожны потому что они упадут 5-летние госбумаги дают 0,884 и 30-летние дают 2,44 процента 1 евро равен доллар точка 1,9 и сырья не закрылась на отметке 61 доллар 49 центов за 1 баррель золото 1741 доллары 30 центов серебро 26 долларов 28 центов платина 1198 долларов 90 центов фунт меди 100 и 4 10 и палладий 2696 долларов за одну унцию за границей сегодня англия минус один процент франция минус процент с хвостиком германия минус один процент швейцария минус четверть процента в азии японский никей упал на 1,4 процента шанхайская биржа минус 1,7 гонконгских антен минус 1,6 процента много разговоров вокруг вакцины в астрозенику вакцину опять начали применять после того как канада сказала что закупорка вен не связана с астрозеникой вакциной хотя по некоторым данным может быть оно и связано тем не менее европейские страны теперь под давлением тоже начнут использовать астрозенику вакцину это с одной стороны с другой стороны с другой стороны разговоры идут сколько нужно футов теперь между если вы используете маску друг от друга 3 фута или 6 футов 6 футов рекомендовано рекомендовано при если у вас обычный грипп и они сказали что 6 футов это годится точно так же перевели 6 футов на корону, на COVID. Но на самом деле теперь они говорят, что 3 фута тоже вроде бы достаточно, хотя они одновременно говорят, что если вы вакцинированы, то у вас есть защита, но она не стопроцентная, и поэтому надо быть осторожным. Из отдельных компаний. Nike показал свои квартальные результаты. По некоторым параметрам они были хорошие, по некоторым они были хуже, чем ожидалось. Nike сегодня упали на 4%. Visa упала на 6% с четвертью, потому что стало известно, что правительство рассматривает вопрос, как они ведут свой бизнес. Заодно с ними упал Американ Экспресс на 1,3% и MasterCard тоже упала. Apple упал почти на 0,5%. Китайская Tesla Neo прибавила 4,1%. Airbnb поднялись на 1,5%. Это Netflix, рейтинг Netflix был улучшен. Один из инвестиционных банков сказал, что это одна из их лучших идей на этот год для покупки. Netflix прибавил 1,5%. Также другой инвестиционный банк сказал, что лучшая идея у них это Ford. И Ford прибавил 2,7%. Amazon подписал договор с Национальной футбольной лигой, что они будут показывать футбольные матчи. Amazon прибавил 1,5%. Facebook сказал, что то, что хочет сделать Apple, выпустить аппликейшн, приостановив возможность следить за тем, куда мы ходим и что мы делаем. Facebook сказал, что раньше они были категорически против этого. Теперь Zuckerberg сказал, что это для них тоже будет хорошо. Акции Facebook прибавили 4%, 4,1%. Beyond Meat рейтинг был поднят до покупателей, акции прибавили 4%, с четвертью. United Health плюс 1%, Humana плюс 0,5%. Costco перестала падать и уже второй день подряд поднимается. Costco плюс 1,8%, Roku плюс 1,6% и NXP Semiconductor прибавило процент и 3,25%. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему финансовому консультанту. Помните, что по всем финансовым вопросам вы всегда можете обратиться к нам в Raymond James. Мы будем рады вам помочь. Еще есть время отложить деньги в ваши пенсионные фонды и понизить ваши налоги. Вы должны это сделать. И налоги теперь можно заполнять до 17 мая. Все вам хорошего, успешных вам инвестиций, хороших вам выходных. Будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин